Всем привет друзья! Товаров фирмы Xiaomi великое множество, они уже делают не только телефоны, но даже бумагу для туалета. И я решил сделать для вас подборку классных товаров от Xiaomi, про которые вы могли и не знать. Я сам некоторые гаджеты увидел впервые, думаю вам видео понравится. Кстати, как правильно говорить-то, Xiaomi или Xiaomi, как вы думаете? Пишите в комментариях. И в конце ролика будет конкурс на три победителя, и вы сможете выиграть вот эти товары. Так что обязательно смотрите до конца. Приятного просмотра! Начну я с чайника, но не с простого. От всем уже известного суббренда Derma, объемом 1,5 литра, с дополнительной колбой внутри, в которую можно положить чай или фрукты, благодаря чему можно сварить компот или пунш прямо в нагревательном резервуаре. Также в колбе можно сварить яйцо и параллельно с этим получить кипяток для заварки чая или кофе. Основание устройства выполнено из нержавеющей стали и имеет небольшой дисплей. Вы можете выбрать один из шести вариантов работы чайника на большом дисплее. Варианты унифицированы для удобства на международном рынке. Выбираете необходимую вам температуру в пределах 40 или 90 градусов и устанавливаете ее по держанию до 12 часов. Нагрев 1 литра воды занимает всего 8 минут, благодаря высокой мощности чайника. Мощный вертикальный пылесос Бюджетный беспроводной вертикальный пылесос, который по мощности и эргономике ничем не уступает своему предшественнику ROIDME F8. Устройство также имеет моторизированную трубощетку и мощность 400 Вт, что примерно равно мощности всасывания в 18000 паскалей. При этом стоимость данного пылесоса меньше в несколько раз, чем у аналога и составляет всего 150 долларов против баснословных 350, которые просят за ROIDME. Контейнер для сбора пыли стал гораздо больше. Теперь это целых пол-литра против 300 мл, как у предшественника. Автономность устройства обеспечивает литий-ионный аккумулятор на 2500 мАч. Относительно недавно появился очередной видеорегистратор от Xiaomi, который на этот раз получил жидкокристаллический дисплей. За запись видео отвечает 5-мегапиксельный сенсор от Sony. На борту имеется GPS-модуль для точного позиционирования автомобиля на дороге. Также имеется функция защиты автомобиля, реализованная при помощи G-сенсора, реагирующего на удары по автомобилю и иные воздействия. Никуда не делась и возможность сопрягать устройство со смартфоном посредством Wi-Fi-соединения. Угол обзора составляет достойные 140 градусов, поэтому в зону видеосъемки видеорегистратор попадают не только сопутствующие полосы движения и обочины, но и все встречные полосы. Он обладает всеми необходимыми функциями для обеспечения безопасного вождения. Устройство для массажа ног с подогревом и активными 3D-валиками. Массажер имеет 3 уровня скорости, интенсивности, воздействия, которые позволят расслабить ступни после тяжелого дня на работе. А встроенный нагревательный элемент не даст им замерзнуть в холодное время года. Устройство работает от сети, питание в 220 вольт. Номинальная мощность устройства всего 30 ватт. Массажирует две поверхности, верх ног и ступни. Работает как по программе, так и по заданному времени. В массажере простая система управления. Удобно расположенный пульт позволяет включать необходимые режимы в одно нажатие кнопки. Экологически чистые материалы. Ткань не вызывает раздражения и аллергии. Массажер отлично вентилируется. При длительном использовании ноги не запотевают. Также ткань обладает антибактериальными свойствами. Шуруповерт Xiaomi на рынке был представлен совсем недавно. Снабжен тремя функциями, наиболее часто используемыми дома. Сверление, закручивание и откручивание винтов. С использованием динамометрического ограничителя. И удар. Ударный механизм позволяет намного легче сверлить отверстия в кирпиче и даже легком бетоне. Крутящий момент 25 ньютон метра. И частота вращения, которая при холостом ходе достигает почти 1400 оборотов в минуту. В режиме ударной дрели шуруповерт выдает 6000 ударов в минуту соответственно. Автономность работы обеспечивает литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч, входящий в комплект поставки. Вес устройства равен 1,2 кг, что в значительной степени облегчает работу. Термопод. Достаточно редкое умное устройство от Xiaomi. Этот термопод, или как сейчас модно называть Purifier, работает посредством прогона определенной части холодной воды через нагревательный элемент. И автоматически подает нагретую до определенной температуры жидкость в вашу кружку. При помощи приложения Mi Home существует возможность изменять диапазон температуры нагрева жидкости от 50 до 100 градусов по Цельсию. В зависимости от этого через термопод можно прогонять различного рода жидкости от воды до молока и соответственно заваривать различные сорта чая или кофе. Корпус устройства выполнен из белого пластика с прозрачным резервуаром для жидкостей и выглядит это весьма футуристично. Сверху находится панель управления устройством и сенсорные кнопки подачи жидкости. Также сверху присутствует небольшой дисплей с указанием установленной температуры. Портативная электробритва. Бритва имеет очень брутальный дизайн. Корпус покрашен в антрацитовый цвет. На боковой грани расположилась единственная кнопка включения. Аккумулятор бритвы позволяет работать ей до 30 дней от одного заряда, подобно умной щетке. Бритва имеет весьма компактные размеры и позиционируется как портативная или переносная. А если учитывать хорошую автономность, так и вообще цены ей не будет в каком-нибудь путешествии. Лезвие бритвы выполнено из высококачественной стали и установлены под углом в 27 градусов, что позволяет максимально чисто брить щетину за один проход. Зарядка осуществляется с помощью разъема USB Type-C, расположенного на нижней части бритвы. Массажная расческа. Не отходя от темы ухода за собой, правда уже для женщин, в своем многочисленном арсенале электронных устройств Xiaomi имеет также массажную расческу. Как заявляет производитель, расческа издает низкочастотные колебания в диапазоне 1100 Гц. Работает расческа от двух пальчиковых батареек или аккумуляторов. В зависимости от этого варьируется и время жизни расчески при непрерывной ее работе. В среднем этот показатель составляет около 400 минут от одной пары батареек. Расческа исполняется в четырех цветовых решениях. Как указано на сайте продавца, расчесывающую часть можно даже промывать в случае возникновения такой необходимости. Очень необычный и приятный светильник свеча с цветовой температурой в 1600 Кельвинов, такой же, как и у огня обычной свечи. Портативный светильник имеет емкую перезаряжаемую батарею на 2100 мАч, что обеспечит уютом и теплой атмосферой ваш дом. Лампа отличается стильным современным внешним видом, который превращает обычный светильник в произведение искусства, дополняющим интерьер любой комнаты. Основа лампы изготовлена из алюминиевого сплава с анодным покрытием, а верхняя часть колбы выполнена из прочного поликарбонатного материала, имитирующего стекло, что обеспечивает не только более высокую защиту от случайных ударов, а и равномерное распределение излучаемого света. Лампа использует новейшую технологию Bluetooth, которая отличается низкой энергопотребляемостью и позволяет управлять множеством ламп одновременно. Достаточно просто установить на свой смартфон приложение e-Light, позволяющие собирать светильники в отдельные настраиваемые группы, что дает возможность подобрать именно то освещение, которое вы захотите. Автомобильная зарядка с гарнитурой, сочетающая в себе целых две функции. Да что там функции, это вообще два отдельных устройства. Это необычная штука на первый взгляд, простое зарядное устройство на два USB-выхода, работающие от прикуривателя автомобиля. Если вы за рулем, необходимо просто поднять гарнитуру для принятия вызова и положить ее для сброса. Вам не понадобится выполнять какие-либо дополнительные операции, что положительно скажется на обеспечении вашей безопасности. Более того, теперь возможно одновременное подключение двух смартфонов. На все звонки, которые будут поступать на два смартфона, вы сможете отвечать с помощью одной Bluetooth гарнитуры. Домашний кинотеатр представляет собой мультимедийную систему домашнего кинотеатра, совмещающую функцию мультимедийного комбайна, видеоплеера и продвинутой аудиосистемы. Базой для него стала звуковая панель с подключаемым 6,5-дюймовым сабвуфером и двумя беспроводными боковыми Bluetooth-колонками. С помощью большого количества коммуникационных, кинотеатр подключается к телевизорам, мониторам, проекторам, представляя собой универсальный мультимедиа комбайн. Саундбар – это мозг всей системы. Помимо источника звука, который построен из 6 динамиков, 4,2,5-дюймовых низкочастотных и 2,1-дюймовых высокочастотных, саундбар обладает функциями медиа-центра. При подключении его к телевизору вы получите своего рода смарт-ТВ. Особенно это актуально, если в вашем телевизоре данная функция отсутствует. Автоматический дозатор мыла. Гигиена рук необходима для поддерживания здоровья человека, поэтому заслуживает особого внимания. Дозатор оборудован инфокрасным датчиком и пенным микронасосом. Вам не придется прикасаться к диспенсеру. Инфокрасный датчик среагирует через 0,25 секунды. Диспенсер автоматически определяет объем жидкого мыла в зависимости от уровня загрязнения рук, а это позволит существенно сэкономить его ежедневный расход. Устройство выполнено из немаркового ABS-пластика и имеет класс защиты оболочки IPX3. Это защита от брызг, воды и пыли. В устройство залито особое жидкое мыло с натуральными растительными маслами, которые создают не только приятный аромат и свежесть, а и весьма эффективно удаляет болезнетворные микробы. Еще одно новое и, на мой взгляд, очень интересное предложение, больше занимающее нишу детских товаров. Это 10-дюймовая электронная доска для письма и рисования. Планшет позволяет рисовать и писать на экране любым твердым предметом или стилусом. Маленькой батарейки ему хватает на 50 тысяч циклов заряда-разряда, благодаря тому, что он использует энергию лишь для стирания написанного. Он может быть использован не только в качестве рисовалки для детей, но также может выступать и небольшой классной доской, информационной табличкой или ценником для магазина, или доской обмена кухонными записками с вашими членами семьи. Гитара. Неожиданно, да? Это гитара, имеющая возможность обучать своего владельца игре на себе. Гриф гитары имеет светодиодную индикацию. На каждом аккорде находятся по 4 лампочки. Их количество кратно количеству струн на гитаре. Гитара имеет возможность сопрягаться со смартфоном посредством протокола Bluetooth. В приложении можно выбрать различного рода композиции. Лампочки на гитаре будут загораться по мере необходимости зажима того или иного аккорда. А приложение на смартфоне будет показывать, когда необходимо бренчать по струнам. Заряжается гитара при помощи разъема microUSB. Время зарядки составляет 2,5 часа. Этого хватает, чтобы наполнить энергией небольшую литий-ионную батарею на 800 мАч, которая в свою очередь позволит работать гитаре до 10 часов от одного заряда. Подборка подошла к концу, поэтому собираем вещи в чемодан от Xiaomi и отправляемся в воображаемый новогодний отпуск. Компания относительно недавно начала производить товары для компоновки и безопасной перевозки багажа и уже имеет в своем арсенале несколько чемоданов различных размеров, габаритов и стоимости. Этот самый дорогой и габаритный. Имеет также интересную, но немного бесполезную функцию. Сопряжение со смартфоном по протоколу Bluetooth для запирания и отпирания чемодана через приложение. Чемодан сделан по стандартам алюминиевой промышленности США и соответствует пятому классу прочности. Чтобы дополнительно защитить изделие от деформаций и ударов, его укрепили рамой из шести профилей. Также в описании я оставил ссылки на чемоданы от Xiaomi, но уже подешевле. А вот и конкурс. Победителей будет целых три человека. Условия очень простые. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, написать в комментариях какой гаджет от Xiaomi вам понравился и поделиться этим роликом в любую из своих соцсетей. Вот и все. Не забывайте оставлять также ссылку на репост этого видео, чтобы я смог проверить репост и отдать вам один из этих четырех призов. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать стримы, где я разыгрываю эти подарки с конкурсов. Спасибо вам за просмотр этого ролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok